Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас у экранов и приглашаем к просмотру итоговых новостей на нашем канале. Самые актуальные события этой недели в материале корреспондентов ТВЛ. День Победы Пандемия коронавируса, так стремительно ворвавшаяся в нашу жизнь, словно остановила время и полностью поменяла образ жизни каждого. Уже второй год, к сожалению, нет возможности масштабно встретить самый главный праздник нашей страны. Отменены шествия бессмертного полка, коллективные уличные мероприятия, встречи. Но праздник очень ждут все жители, а особенно наши ветераны, труженьки тыла, бывшие узники и блокадники. Невозможно оставить без внимания героев войны. Помнить каждого под таким названием в Электрогорске по инициативе депутата Московской областной думы Ленара Семединовой прошла патриотическая акция. Чтобы порадовать наших тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, мы решили сделать такую акцию и поехать с поздравлениями, с подарками буквально каждому. С подарками от губернатора Московской области Андрея Воробьева, региональной защиты и отделения политической партии «Единая Россия» вместе с Ленарой Семединовой, волонтерами «Победы» и молодежными волонтерскими организациями навестили единственного оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны Сергея Петровича Лобикова. Татья Семедович, разрешите вас поздравить? С 9 мая приехали вас поздравить. Привезли вам подарки. Вот один. Давайте это передам, если держите. Мы на самом деле много громких слов говорить не будем. Самое главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали, чтобы здоровье было. Чтобы дети, внуки, правнуки вас радовали. И я вот открытку привезла и свою, и Геннадия Олеговича Панина. И самое главное, что написала – спасибо за жизнь. Более 70 тружеников тыла, вдов участников войны, бывших узников и блокадницу Иду Викторовну Синюшкину. Счастья, здоровья, как обычно говорят. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что нам есть на кого равняться. От всей души поздравили их с наступающим Днем Победы. Поблагодарили за героизм и мужество. За возможность жить под мирным небом в свободной стране. Спасибо. Низкий вам поклон. Подготовку к празднованию 9 мая в Электрогорске начали заранее. В апреле жители города приняли участие. В месячнике чистоты в школах прошли тематические уроки и классные часы. В детских садах занятия, беседы, выставки. Проводятся патриотические акции, ведутся работы по благоустройству памятников. Вместе с началом мая по традиции начинается подготовка к всенародному празднику Дню Великой Победы. День Победы – один из самых любимых и важных событий для нашей страны. И к этой дате город готовится основательно. После общегородских субботников Электрогорск преобразился. Полным ходом идет праздничное украшение улиц флагами. Особое внимание в преддверии 9 мая уделяется памятникам солдатам-героям. В настоящее время завершены работы по косметическому ремонту мемориала павшим землякам на площади возле Дома культуры. Возле памятника работникам торфпредприятий, павшим в боях, проведены работы по наведению чистоты и порядка. По традиции о памятнике работникам передвижной артиллерийской снаряжательной мастерской 22 заботятся ребята и сотрудники Дома молодежи. Не забывают молодежь и о захоронениях работников ПАСА М-22, трагически погибших в 1944 году и похороненных на городском кладбище. Второй год в условиях острой эпидемиологической ситуации проведение массовых мероприятий ограничено. Но, несмотря на это, участники движения «Бессмертный полк» готовятся принять самое активное участие в патриотической акции и отсылают фотографии своих героев на сайт 2021.polkrf.ru. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 15 часов. Жители тоже готовятся к празднику. Второй год подряд электрогорцы участвуют в акции «Окна Победы» и оформляют «Окна Своих Домов» фотографиями и рисунками, посвященными победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. А самые лучшие певцы городского лицея и Дома культуры готовятся к выездным концертам в городских дворах. Чтобы безопасно встретить самый главный праздник нашей страны, уважаемая жительница Электрогорска Ида Викторовна Синюшкина выразила желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Для этого мобильная бригада вакцинации приехала к Иде Викторовне прямо домой. Чтобы безопасно встретить самый главный праздник нашей страны, уважаемая жительница Электрогорска Ида Викторовна Синюшкина выразила желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. «Я вполне доверяю нашим ученым, нашим врачам, нашей вакцине. Делаю прививку, чтобы обезопасить себя и своих родных. Только мы все вместе остановим эту пандемию». Для этого мобильная бригада вакцинации приехала к Иде Викторовне надо. «Низкий поклон нашим врачам, которые борются с этим коронавирусом. Прям герои». Подготовка к 9 мая идет полным ходом, конечно, с учетом сегодняшних реалий. К празднику приурочено множество памятных акций и мероприятий. Часть из них пройдут очно, а часть, к сожалению, в формате онлайн. 9 мая вместо традиционного парада на площади перед Домом культуры глава города вместе с заместителями и почетными гостями возложит венки к мемориалам памяти. В 11 часов возложение состоится у памятника Пасм-22. В 11.30 у памятника работникам торфпредприятия, погибшим во время Великой Отечественной войны. В 12 часов у памятника павшим землякам на площади перед Домом культуры. Шествие бессмертного полка пройдет в онлайн-режиме в 15 часов. Также в этом году пройдет всероссийская акция «Окна победы» и выездные концертные программы во дворах города. Очередной личный прием граждан провел в Общественной приемной администрации 5 мая глава города Сергей Дорофеев. Вопросы жителей касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, переселения, устройства подвездных путей и коммуникации к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Прямо сейчас все подробности прошедшей встречи. Проводить встречи в выходные дни стало хорошей традицией. На прием смогли прийти люди, которые в рабочие дни не могут это сделать. Со своими вопросами к главе в этот день обратились 7 жителей города. Я много лет прошу карниз отремонтировать. Можно я покажу фотографии? Вот это вот все валится. Ни один дом, я прошла по всем старым домам, нигде таких карнизов нет. Нигде нету. Вот везде или почищен, или обид. А вот эта вода прямо под домом у нас. Скоро этот дом будет аварийный. Заявители получили необходимую консультацию. Кроме того, совместно обсудили возможные варианты решения каждой проблемы в индивидуальном порядке. Аварийный ремонт стоит на период 29-31 год. Там заложены все виды работы. Для того, чтобы раньше, потому что это уже уточнено программой, вам необходимо собраться с собственниками и получить заключение экспертизы, что нужно гораздо раньше. И с этим заключением, вы приходите в администрацию, мы пишем письмо на имя фонда, чтобы вас подвинули на более ранний период. По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны поручения заместителям и начальникам отделов администрации. Некоторые вопросы удалось решить сразу, по другим требуется время. Вырвал у меня яму на участке и пересыпал мою землю, получается, на соседний участок. Это, получается, первый, второй, третий, четвертый. На пятый участок он пересыпал землю мою туда. И теперь мы не можем заехать, даже этот домик поставить туда. А Кузина это какой? Анатолий Иванович который? Да. Анатолий Иванович вызывал? Да, да, да. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас с полицией вызовем Кузина, побеседуем на эту тему, чтобы он исправил. Но если его, мы его, соответственно, должны исправить. Если нет, напишите заявление в полицию, мы его принудим тогда засыпать. Хорошо? На встречу с главой пришли представители многодетных семей, чтобы обсудить вопрос обеспечения комфортного проживания на выделенных участках под индивидуальное строительство. Мы с вами на постоянной связи ведем диалог, да? Да. Вот, вы знаете, что есть группа понимающая, есть не очень понимающая. Письма в прокуратуру и все прочее мы писать не хотим. Но, учитывая тот факт, что мы тоже люди и хотим жить нормально, да, мы хотим договориться по-хорошему. Тем более, обещание было озвучено предостаточно. Вот, основные вопросы, это прям вот разобьем по первому массиву с ППТ. Я понимаю, что там еще не у всех есть согласие, потому что мы не можем... Какой нам герой? Герои, герой. Потому что... Сейчас будет больно закончить, и тогда... Потому что, как бы, людей на массиве нет. Вот, как показал прошлый год, то, что некоторые участки оказались в той ситуации, что либо был закончен срок аренды, а, как бы, органы местного самоуправления об этом были не очень в курсе, да, соответственно, ППТ не утверждались, согласия брать было не с кого. Всем обратившимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь. Решение вопросов, поднятых на приеме, глава взял на личный контроль. Главное одно, что пути решения всех проблем, которые сегодня были озвучены, мы найдем. Сегодня очень рад, что пришел на прием многодетный, пришли все три массива. Опять зафиксировали, наверное, то место, того часть пути, в которой мы сейчас находимся, для того, чтобы сделать проживание на данных участках более комфортабельным. Определились о том, что будем осуществлять ежемесячные выезды по всем нашим участкам для многодетных, смотреть, какая работа производится, что нужно сделать для того, чтобы ускорить какие-либо определенные виды работы. То есть в прямом контакте с жителями будем осуществлять все наши намеченные планы. Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности администрации. Такие приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие острые социально-экономические, первовые и даже бытовые проблемы. 53-е очередное заседание Совета депутатов городского округа Электрогорск состоялось в здании администрации. На повестке дня – 8 важных вопросов. Об итогах и принятых решениях в материале моих коллег. В заседании приняли участие 14 из 15 избранных депутатов. Первым вопросом рассмотрели перенос даты празднования Дня города в текущем году. По данному вопросу выступила представитель территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Смагина. На основании информации, поступившей из управления Роспотребнадзора по Московской области, в последнее время в Московской области не наблюдается темпов снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если средние российские показатели по Российской Федерации, еженедельный показатель числа новых случаев составляет 5,8, то в Московской области 7,7. Ну и Электрогорск относится к Московской области. Нами проведен был анализ и вот на протяжении последних недель с 12 по 19 апреля было зарегистрировано 4300 случаев новой коронавирусной инфекции в Московской области. Показатель составил 58 по Московской области, по Российской Федерации 48. В Электрогорске этот показатель у нас составил 70,6 процента, еще раз повторяю, Московская область 50,8, Электрогорск 70,6. В связи со всем этим в преддверии майских праздников необходимо, это рекомендует и Управление Роспотребнадзора по Московской области, и соответственно наш территориальный отдел. Необходимо усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания детей в общественном транспорте, соблюдении дезинфекционных мероприятий, что на сегодняшний день. Но я даже не знаю, какие слова подобрать, потому что ни в электричке, ни в магазинах практически нет людей, которые носят маски. Хотя мы считаем, что рост заболеваемости идет, это приближение к третьей волне, это на самом деле так. Следующая рекомендация ограничить в муниципальных образованиях Московской области проведение массовых мероприятий в очном формате, посвященных Дню Празднования Победы. Соответственно, наши все мероприятия также должны проводиться в этих числах, поэтому мы настоятельно рекомендуем перенести эти празднования до более спокойного периода, когда у нас снизится заболеваемость, потому что, ну сами понимаете, здесь и будет массовое скопление людей, и, конечно, не все будут соблюдать масочный режим. По словам главы Сергея Дорофеева, во время совещания в правительстве Московской области было рекомендовано прислушаться к требованиям Роспотребнадзора и по всей области перевести мероприятие в онлайн-формат и с минимальным количеством людей. Для того, чтобы все-таки у нас 75 лет города, мы хотим, чтобы у нас этот праздник прошел, и мы надеемся, что эта волна, третий, как сказали, сейчас она немножко будет спадать, мы хотим провести этот, выше с предложением, чтобы вы рассмотрели проведение его 4 сентября, в первую субботу сентября. Поэтому ситуация действительно нестабильная. Я каждое свое выступление, если вы смотрите, видите, начинаю с того, что призываю всех пропорционироваться. К сожалению, на сегодняшний момент это единственный способ сберечь себя и своих близких. Других и других пока, ну, вариантов никто не видит. И вы сами знаете, у нас и президенты Коламбаса, и Фарри Иношиновича тоже специально разместили, чтобы он, например, трепетно относился к тому, что эта вакцинация тоже пропорционировалась. Поэтому у нас предложение день города перенести на 4 сентября. За данное решение все депутаты проголосовали единогласно. Однако все будет зависеть от санитарной и эпидемиологической обстановки в конкретный период. В этом случае будут принимать решения, исходя из ситуации. Следующим вопросом депутаты внесли изменения и дополнения в решение Совета о бюджете городского округа на текущий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Предлагается утвердить бюджет по доходной части в 2021 году в сумме 1,708,731,000 рублей. В 2022 году в сумме 940,805,000 рублей. В 2023 году в сумме 846,415,000 рублей. Доходы увеличены в 2021 году на сумму 305,786,000 рублей. Уменьшаются в 2022 году на сумму 812,000 рублей. И в 2023 году на 998,000 рублей. Объем безвозмездных поступлений увеличивается в 2021 году на такую же сумму 305,786,000 рублей. И уменьшается в 2022 году и в 2023 году. Также внесли изменения и дополнения в решение Совета об установлении земельного налога на территории образования. Предложили установить налоговые льготы по оплате земельного налога инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств части земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости в размере 100%. Действие настоящего пункта не распространяется на объекты основных средств, которые предназначены или используются для оптовой или розничной торговли. Налоговая льгота предоставляется инвесторам, осуществляющим следующие основные виды экономической деятельности, такие как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоповодство, обрабатывающие производство, транспортировка и хранение, деятельность по представлению мест для временного проживания, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, управление и эксплуатация нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Налоговая льгота предоставляется в отношении земельного участка, приобретенного под новое строительство объекта основных средств и принятого на бухгалтерский учет после 1 января 2021 года и применяется с месяца, следующего за месяцем постановки на учет такого объекта в течение трех последовательных налоговых периодов. Кроме того, депутаты установили мораторий на индексацию годовой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Чесмина. На комиссию вопрос мы обсуждали, в адрес совета депутатов поступило предложение заявления Чесмина Алексея Викторовича, сложились с него полномочия депутата совета депутатов в связи с переходом на работу, совмещение с которой не предусматривают совмещение с работы депутата. Депутаты вынесли решение о присвоении звания почетный гражданин городского округа Электрогорск. На ваше рассмотрение выносится проект решения Совета депутатов о присвоении кандидатуре Барану Виктору Сергеевича звания почетный гражданин города Электрогорска Московской области. В настоящее время Виктор Сергеевич Барану находится на заслуженном отдыхе и имеет звание ветеран куда. В соответствии с положением о звании почетный гражданин города Электрогорска Московской области, присвоение почетного звания приурочивается к празднованию Дня города. Жизнь Баранова Виктора Сергеевича неразрывно связана с Электрогорском. Любимому делу в сфере физической культуры и спорта он посвятил более 50 лет. Более 25 лет проработал учительным физкультурой в школе номер 15, сегодняшнем лицее. На сегодняшний день на имя главы города поступило одно ходатайство на присвоение звания почетный гражданин от коллектива городского лицея. Комиссия по наградам администрации на своем заседании рассмотрела предоставленные документы и характеристики от коллектива лицея и единогласно приняла решение поддержать ходатайство. Среди важных пунктов повестки признание утратившим силу решения совета положение о социальном магазине. Предлагается признать утратившим силу решения совета депутатов городского округа Электрогорска 26 января об утверждении положения о социальном магазине. Так как в федеральном законе 24 июля 2007 года номер 209 ФЗ развития малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день нет такого понятия социальный магазин, а внесены изменения в части закрепления понятия социального предпринимательства и социальных предприятий, как я озвучил уже на комиссии. Заключительным вопросом депутату утвердили отчет о реализации плана работы контрольно-счетной палаты городского округа за 2020 год. По результатам деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области определен рейтинг за 2020 год. Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск находится на 34 месте из 62 муниципальных контрольно-счетных органов. Для справки, в 2019 мы были на 58, в 2018 на 44, в 2017 на 45 месте. Контрольно-счетная палата работала успешно, несмотря на сложившиеся условия в 2020 году и резкий подъем на 24 пункта по рейтингу, тому яркое доказательство. На этом повестка дня была исчерпана. В взаимодействии органов, исполнительной и представительной власти, общественности и бизнес-сообщества в решении экологических проблем города. Под такой темой 30 апреля в Малом зале Дома культуры прошел круглый соул с представителями компании «Кроношпан». В мероприятии приняли участие глава города Сергей Дрофеев, представители Роспотребнадзора, администрации, члены молодежного парламента, жители. Главный вопрос встречи касался выполнения дорожной карты по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного отделения ДСП и о работах, которые ведутся в этом направлении. То, что мы обещали сделать, так, значит, должны были составить дорожную карту, мы это сделали, выполнили, достали ее, значит, должен был быть по закону 25, 15, 15, 15 года разработать новый ТОМ-ПДВ, программу с учетом изменений с точки выброса «Зитой предприятия границы и того, что новое СССР должны были получить этот дом на разработку», «Зитой предзаключения» получили, его предоставили в администрацию, то есть пункт первый мы выполнили, пункт второй был осуществлять ежемесячный отбор про атмосферный убор труха. Значит, при максимальной производительности направление дымового факела под факелом в синтезной зоне также присутствуют инициативные жители с оформлением акта отбора проб. Ну, и это должны были предоставить, это в Роспотребнадзор. Значит, хочу сказать, что мы все это выполнили по поводу присутствия инициативной группы. Мы после первого раза, когда инициативная группа делась это несколько некорректно, по нашему мнению, мы сказали четко, что нельзя работу специалистов превращать в какую-то эмоциональную ситуацию, что при этом, в общем, люди работают, это их работа, они должны ее выполнять правильно. И мешать им работать там всякими высказываниями, личными восприятиями, мы посчитали это некорректно. То есть, после первого раза, как они себя так повели, мы, я и администрацию, для того, чтобы продолжать проводить отбор ежемесячный, но звать коллег, которые себя ведут, и корректно будет, не будет. Выполнить все пункты дорожной карты на предприятии планируют к концу 2021 года. По поводу устройства, фильтра ВЭС, которое мы обещали, что будем ставить на трубе, на дымовой, проведено ежеменно-экологические, геологические, геодезические исследования на территории проективного объекта, проведены работы по выбору проектной организации, организации поставщика, системы фиксации одновременного газа, сушилки. И это речь идет о том, что мы предварительно, чем прежде, чем будем выбрасывать, пока очистки были на циклонах, мы пропустим это через новую систему, она называется ВЭСП, это так называемые мокрые фильтры, электрофильтры. Оборудование было заказано, не знаю, на ковидный... А у вас не было брать у вас с собой? Да, у меня не было брать, я вам в рабочий отправлял. Да, 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 сейчас я... Да, 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 у нас за 21-го года этот уточнил. Да, да. Поставьте вау. Да, вот, это вот. Да, значит, соответственно, поставка оборудования с некоторой задержкой, но была выполнена поставщиком оборудованием. Помните, это Серотек компания? Да, это компания Серотек. Так, чья? Так, чья? Итальянская компания. Да, это компания. Значит, в соответствии мы начали вносить изменения в проектную документацию, производство ДСП-205, этап 2 расширения в связи с тем, что должны были установить этот ДСП туда, соответственно, необходимо было внести изменения. В марте внесли изменения, в мае мы проходим экспертизу, ну и надеемся получить положительное заключение и получить разрешение на строительство в июле 21-го года и начинать, начать монтаж этого оборудования уже пришло на вопрос электроэнергии. Несмотря на все усилия руководителей фирмы Кронашпан по созданию экологически чистого производства, у жителей города остаются вопросы по загрязнению воздуха. Да и проводимые исследования показывают, что в промышленных выбросах существуют нарушения. Теперь у нас была еще одна, мы взяли еще обязательства на себя, нам администрация с группой инициативной за счет средств бюджета провели, хроматографической исследований воздуха и нашли некоторые превышения, по их мнению. Мы на прошлый вечер говорили о том, что данные параметры не относятся к нашей промышленной обработке. У каждого предприятия, у каждого производства есть собственный след, как отпечаток пальцев. Те вещества, которые вы используете, и соответственно они и в выбросах появляются именно характерными для этого. Мы сделали с аккредитовной лаборатории ФМБА, сделали, вот взяли, взяли те, прям заказали те, те параметры, которые мы были, которые по мнению администрации инициативных группы превышения показывали и проверили их два раза. По данным ФМБА никаких превышений не обнаружено, и в общем, то, что показывалось запредельно, в одном случае это было же не обнаружено, в другом случае это обнаружилось в виде следов, поэтому присутствие есть, но оно ниже любых каких-то параметров, которые поддаются в ПДР. Поэтому считаю этот вопрос закрытым. А вот жители города закрывать этот вопрос пока не собираются. А меня, как мама, троих детей, беспокоит ситуация, которая в городе происходит. У меня ребенка два года, я не понимаю, почему он отташлит четыре месяца. Это не связано с нами, может, и спокойно... Спокойно? Мы ждали кучи анализов, мы заплатили в участие. Подождите, Арен, расскажите, пожалуйста, про вопрос, что мы провели исследование. И врачи разводят руками, не зная, что у нас, понимаете? Давайте так. Мы провели специальные исследования, которые, в принципе, не должны были проводить, но так как мы срок потребного взора решили, и с администрацией мы провели оценку риска здоровья населения. По всем тем веществам, которые у нас есть, все предприятия, все линии, которые есть, мы также туда включили и провели. Нам было выдано экспертное заключение, с заключением того, что мы никак не влияем на здоровье населения. Встреча была долгая. В адрес руководителя предприятия изучало много вопросов и жалоб. На риски запах, сточные воды, дыма и огонь из трубы. На какие-то вопросы жители получили ответы, другие так и остались открытыми. Чтобы самолично увидеть, как организованы технологические процессы изготовления ламинированной плиты, и как соблюдаются экологические стандарты, директор фирмы пригласил жителей на следующий день открытых дверей, который пройдет после улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Коллеги, давайте подытожим. Предлагаю тогда в протокол внести, чтобы коллеги наставили в ответ, чтобы у всех этапов по вводу, так как мы уже видели, мы уже начали первое. Второе раз устроить день открытых дверей. И третий раз пригласить в инициативную группу граждан, когда мы будем играть от города. Вы согласны? Я не вижу проблемы. В свою очередь администрация города будет продолжать проводить мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Кроношпана. Два года назад стартовала международная историческая акция «Диктант Победы». В 2021 году акция прошла 29 апреля на двух городских площадках – в школе номер 14 и городском лицее. Как проходил патриотический проект и кто в нем принимал участие, расскажем прямо сейчас. В этом году мы в очередной раз проводим мероприятие, которое называется «Диктант Победы». Это викторина, это диктант, посвященный знаниям истории Великой Отечественной войны. Я с большим удовольствием принимаю участие в данном мероприятии, считая его не только значимым и важным, считая его очень полезным для молодого поколения. Мы знаем нашу историю Великой Отечественной войны, знаем события, мы гордимся этими событиями, гордимся нашими героями, которые прошли Великую Отечественную войну, гордимся теми, кто жив, поздравляем ежегодно. И в преддверии 9 мая в этом году проводится масштабная акция. Проверить свои знания в истории самой кровопролитной войны всех времен и народов пришли более 200 жителей города. Среди участников глава города Сергей Дорофеев, председатель Совета депутатов Роман Текунов, депутаты местного отделения партии «Единая Россия», работники предприятий и организаций, школьники и люди старшего поколения, которые собственными глазами видели эту войну. Поскольку я переживала в блокаду в Ленинграде, чудом выжила и живу до сих пор еще долго, поэтому я рассказываю всем про эти ужасы войны, чтобы не было войны, чтобы люди знали, молодые, что война – это страшное зло, что нужно беречь мир. Как вы считаете, вот такие мероприятия нужны нашим молодежи? Конечно, нужно, чтобы они знали, что война – это страшное зло, что они могут лишиться родителей, кровь над головой, вообще всего, даже жизни. Поэтому это страшное зло войны, чтобы берегли мир. Цель масштабного проекта – привлечь молодежь к изучению истории Великой Отечественной войны, повысить патриотическое воспитание подрастающего поколения и на личном примере показать то, что историю нельзя переписывать и забывать. Я пришел сюда, потому что я хочу проверить свои знания, как я знаю историю своей Родины. А ты готовился как-то? Нет, я спонтанно пришел сюда, решил вот так. Со мной пришли мои одноклассники и учителя. Каждый из нас обязан помнить, что сделала нашу победу Великой. Тогда обесценить ее будет невозможно. Диктант победы, знаю, что уже проходит в третий раз, но я впервые участвую в этой акции. Знаю, что это не диктант, это тесты. Всегда хотела, но не получалось. Сегодня нашла время для того, чтобы принять участие. Данное мероприятие очень важное, потому что дает не только нам, взрослому поколению, вспомнить все свои знания в истории нашей страны, но и дает возможность нашему будущему поколению лучше узнать нашу историю, не дать возможности им преподнести в искаженном виде историю. Конечно, через такие мероприятия дети получают стойкие знания и понимают суть той войны, которая была в те страшные годы. Задание теста необходимо было выполнить за 45 минут. С собой ничего, кроме ручки и паспорта. Надежда только на себя, память и приобретенные знания. Специально к диктанту не готовился. Все-таки школу, знания, те знания, которые дала мне советская школа, отложились у меня. И сегодня на практике я уверен, процентов 90 ответов, я просто в них уверен и знаю, что я ответил правильно. Но остальное уже сейчас покажет проверка, скажем так, тех ответов, которые были. И рекомендую всем, и старшему поколению, и младшему, и молодому, участвовать в таких диктантах, потому что действительно это проверка знаний. И как я уже неоднократно говорил о том, что преемственность поколений должна быть. Мы должны знать свою историю, мы должны учить этой истории своих детей. Часть вопросов диктанта победы была посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участники отвечали на 25 вопросов. Впечатления, действительно, вспоминаешь, как в школе, где-то на экзамене. Немножко волновались. К сожалению, не на все вопросы ответил. Но надеюсь, что твердая четверка. Не мог вспомнить, кто первый летчик совершил таран. Сейчас обязательно посмотрю в интернете. Там такой возможности не было. А так впечатляюще положительно, очень хорошая акция. Надо в ней участвовать. Как всегда, волонтеры обеспечивали процедуру написания теста, занимались организацией встречи участников и почетных гостей, сопровождали ветеранов. Наша задача как волонтеров – это зарегистрировать участников и дать им информационные листы и бланки ответа. И отправить в кабинет, где они будут писать диктант. Как, Наташ, такие мероприятия вообще нужны? Я считаю, эти мероприятия нужны для каждого человека. И вообще-то каждый должен писать, потому что все должны знать историю. Тем более, такую важную часть истории, как война. После мероприятий каждый, придя домой, захочет себя перепроверить и восполнить пробелы в знаниях. А на следующий год будет более ответственно к этому относиться. В Электрогорске продолжается голосование за преображение трех городских территорий в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Стартовал проект общероссийской значимости «Формирование комфортной городской среды». С 26 апреля по 30 мая на сайте за.городсреда.ру жители смогут оставить свой голос за преображение значимых городских пространств. От центрального парка до сквера, от детской площадки до площадки для выгула собак. Объекты, набравшие большинство голосов, попадут в список по благоустройству на 2022 год. Не останьтесь в стороне от городских проблем. Проголосуйте. И ваш голос повлияет на важный выбор. И погода в завершении выпуска новостей. Сегодня подмосковный регион находится под влиянием антициклона. Вечером и ночью переменная облачность без дождя, температура плюс 7-9. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. 8 мая в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь. Ночью и днем 8-10. Ветер южный сильный. Порывы до 16 метров в секунду. На этом итоговый выпуск новостей подошел к завершению. Далее наш эфир продолжит рубрика «Спорт-обзор», сводка чрезвычайных происшествий и мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. 9 мая в 7 и 9 часов вечера ждем вас у экранов. Специально к Дню Победы мы подготовили праздничный выпуск новостей. А я на этом прощаюсь. С вами в студии работала Татьяна Пыренова. Хороших вам выходных. Не болейте. И берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин